всем привет с вами канал стофити я ваш любимый санечка сегодня мы будем готовить жаркое из рыбы рыба называется у нас сорога на большой земле это плотва ну все вы знаете что плотва у нас очень очень сильно костлявая это филе уже как я снимаю филе у сороги вы сможете посмотреть видео на которое я оставлю ссылку в описании для жаркова из сороги нам понадобится это естественно сама рыба здесь не вся конечно пойдет сразу говорю также и пойдет на котлеты а для жаркова нам еще понадобится лук лук уже нарезанный морковка перец болгарский естественно шампиньоны шампиньоны конечно лучше по не были свежие но в преддвериях нового года их не найти также немного нам понадобится аджики чтобы нам томаты не резать и все остальное аджика уже есть готовая поэтому возьмем ее как специи и электромясорубка сначала мы перекрутим рыбу фарш мы не будем добавлять не хлеба как говорится не картошки только лук а все это блюдо у нас готовится для картошки картошка уже почищена вот она и мы ее поставим уже вариться пускай она у нас готовится итак вот у нас фарш готов сейчас мы его немножечко размешаем сюда мы добавляем соль соль естественно по вкусу обратно перемешиваем почему именно фарш я уже говорил они рыбы очень сильно костяво чтобы кости не чувствовались добавляем нашей аджики тоже немножечко буквально где-то активы ложку здесь уже как говорится все специи есть много не нужно чем перебивать вкус рыбы добавим немножечко укропа кориандра кориандр обязательно должен быть молотый все и тщательно размешиваем и добавляем капли 2 лимона больше не нужно натираем морковку первое что мы делаем мы обжариваем только морковку обжариваем ее помешивая до тех пор пока она не станет беленькой нежелательно чтобы она пригорала почему именно морковка первое потому что морковка все-таки дольше прожаривается чем рыба вот она уже начинает белеть потихонечку ну а пока жарится у нас морковка нарезаем болгарский перец перец без разницы какой хоть зеленый хоть красный хоть желтый без разницы нарезаем его кубиками небольшими и так морковка у нас немного побелела как я и говорил теперь мы добавляем сюда наш фарш который уже как говорится настоялся и также продолжаем просто перемешивать пока чтобы он не был однородной массы разбежался по всей сковородке а запах конечно не передать через камеру запах обалденный перемешиваем до тех пор пока теперь мясо все не поделеет вот она уже начала уже крупиниться уверяю вас ни одной косточки вы не почувствуете честно говорю пробовал его и резать просто маленькими кусочками но она также все разбежится по всей сковородке вы ни одной дольки не увидите она тоже будет рассыпчатая поэтому зачем делать двойную работу если мы это можем сделать когда готовим котлеты тут же и приготовить для жаркова рыбу конечно мы уже прожариваем так чтобы на ней покрылась корочка небольшая говорится красивая корочка это будет очень-очень вкусно я уже это делаю не первый раз и мы пробовали и гости пробовали в общем все друзья кто пробовал все всем очень понравилось уверяю вас вам тоже это очень понравится так вот у нас она уже покрывается корочкой поспешим добавить сюда уже наших шампиньонов это все хозяйства перемешиваем аккуратненько красиво наслаждаемся этим неописуемым запахом как это вкусно ребят это очень-очень вкусно буквально где-то минутки через две через три мы сделаем последний как говорится штришок гасим огонь и сверху посыпаем болгарский перец равномерно его по всему по всей сковородочке и закрываем крышкой все пускай он у нас томится ну вот наше жаркое и готово картошечку положили на тарелочку и теперь добавляем наш к нашу поджарку а водичкой польем сверху картошечку вот такое вот у нас получилось блюдо уверяю вас очень-очень вкусное так что кому понравилось ставьте лайки смотрите нас подписывайтесь с вами был ваш любимый Санечка до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok